Всем привет-привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему «Карта дня». Смотреть будем 15 апреля 2021 года и посмотрим, какие энергии в этот день придут в нашу жизнь. Соответственно, получим какие-то очень важные подсказки от Карта.ру для того, чтобы гармонизировать события нашей жизни наиболее эффективно. У нас будет, как всегда, 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. Синее, белое, желтое, зеленое сердечко. Выбирайте, пожалуйста, свой. Сегодня я буду использовать традиционно две колоды. Одну для сигнификации энергии дня и вторую для того, чтобы получить личное послание для каждого из вариантов от высших сил. Чтобы получить какие-то очень важные слова услышать от высших сил, которые действительно сейчас имеют для вас значение, а вы, возможно, этого сейчас не замечаете. Напоминаю, что по вопросам обучения обращаемся на WhatsApp. Большими буквами смс-очка обучения. Я обязательно с вами свяжусь, расскажу о моем обучающем курсе. И благодарю вас, как всегда, традиционно, мои дорогие, за вашу поддержку моего канала, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки, за донаты, за спонсирование моего канала. Низкие вам поклоны и дай бог вам миллион раз больше. Спасибо вам, мои дорогие. Мне очень-очень приятно, что вы цените мой труд. Итак, подсказочки для первого варианта, второй вариант, третий и четвертый. Ну что, я надеюсь, вы уже определились с вашим вариантом. Если еще нужно время дополнительное, чтобы определиться, но долго не думайте, выбирайте тот вариант, который вам показался сразу правильным. Если нужно время дополнительное, ставьте, пожалуйста, видео на паузу, а мы будем начинать. Итак, вариант номер один. Синенькое сердечко. Аркан приятных новостей. У вас может быть в этот день действительно такая энергетика каких-то приятных новостей либо приятных, эмоционально приятных событий. Что-то вас порадует. Поэтому это вестник вообще-то. Это аркан новости. Это аркан чего-то такого новенького, приятного, радующего вашу душу. Конечно, по этому аркану что-то может быть связано также и с детской энергетикой. Может быть, вам придется иметь дело с какими-то делами своих детей, либо чьих-то детей. Но энергетика детей, юношества каким-то образом может отыграться. Очень часто я говорю в своих раскладах, что по этому аркану на самом-то деле, если вы ждете прибавления в семейство, если вы ждете там две заветные полосочки у вас на тесте, то это может произойти либо в этот период времени, вчера, сегодня, завтра, либо вы можете планировать сейчас, и это может оказаться успешным. Просто имейте это в виду. В общем, аркан очень приятных, позитивных эмоций. И вы сами будете проявлять энергетику детскую, светлую, такую, знаете, прекрасную. Я даже не знаю, как правильно это описать. В чем-то где-то наивную. Это хорошо. Это не значит, что вы будете поступать как-то неправильно и глупо. Нет. Кстати, этот аркан еще говорит, вспомните о своем внутреннем ребенке, вспомните о своих истинных желаниях, вспомните, чего вы так хотели в детстве, что вас радовало. Просто побалуйте себя в этот день. Поэтому аркану очень часто бывает так, что у вас просто вот даже день рождения в этот день, и вы получите подарки, поздравления, либо какой-то праздник, либо что-то очень милое, то, что порадует ваше сердце. Так, теперь давайте посмотрим совет от ангелов, послание от ангелов, от высших сил. Вам помогают. Небеса делают все, чтобы помочь вам, даже если пока не видно результатов. Всегда знайте, что ангелы рядом, ангелы нам помогают в любых обстоятельствах в нашей жизни. И вам пришел прям такой четкий прицельный совет, послание от высших сил. Второй вариант – белое сердечко. Не спешите, никуда не торопитесь, не принимайте каких-то необдуманных решений. Ваш плод еще не созрел. То, что должно произойти, то, чего вы ожидаете, обязательно придет в вашу жизнь, обязательно свершится, но для этого нужно еще время. Сейчас не время собирать урожай. Этот аркан, он об этом вам как раз и говорит. Ожидайте своего часа. Если вы хотите принять какое-то скоропалительное решение, не надо этого делать. Подождите, может быть, до послезавтра, когда энергия сменится, либо там пару дней. Подождите, а потом примите решение. И если вы ждете чего-то важного, знайте, что это осуществится, но будет немножко позже. Так обстоятельства складываются, и просто нужно еще время для того, чтобы это свершилось. Ну уж не знаю, чего вы ждете. Что-то связанное с работой, либо с отношениями. Ждете известия от любимого человека. Ну подождите, еще немножко дальше будут известия. Ждете какого-то развития каких-то обстоятельств. Подождите еще немножко, скоро будет бурное развитие обстоятельств и так далее. Ваше послание от ангелов. Божественная магия. Прямо сейчас вас окружает дополнительная магическая энергия. Ожидайте чудес. Второй вариант. Ваша жизнь скоро, очень скоро придут замечательные события, и вы будете удивлены, потому что это будет настоящим чудом. Чудеса бывают, случаются часто в нашей жизни. Нужно просто верить, хотеть и ждать. Третий вариант. Желтенькое сердечко. Вот этот аркан, он знаете о чем говорит? О том, что тут уж точно надо себя любимую побаловать. В принципе, в вашей жизни все очень даже неплохо складывается, даже хорошо. Если вам кажется, что это не так, то это не так, что вы так думаете. Потому что на самом деле вам есть за что благодарить. У вас в общем-то все в жизни есть для того, чтобы быть счастливой. Вы, вас сейчас показывают самодостаточным человеком, который в принципе может быть счастлив и сам. Но самое главное, этот аркан говорит, любите себя, цените себя, балуйте себя, холите себя, любимую. Очень хорошо по этому аркану заняться собой, своим здоровьем, красотой. Неплохо может быть даже там, я не знаю, вечером расслабиться, налить себе бокал вина, если вы приемлете алкоголь, к примеру. Либо фруктового сока и что-нибудь вкусненького, включить красивый фильм, какой-то красивую, не знаю, комедию, либо мелодраму. Мелодрама может быть и не стоит, потому что по этому аркану вы можете быть чрезмерно сентиментальной. Но как-то себя порадовать, как-то побаловать. Купите себе новый крем, новая платьица, сходите на концерт, сходите в театр, как-то вот творческие, подпитку какую-то себе дайте. Хороший аркан, все должно быть хорошо. С эмоциональной точки зрения вообще все должно быть окей. Но посыл такой, что позаботьтесь о себе, подумайте о себе любимой или любимом, побалуйте себя, что-то сделайте для себя очень важное, ценное. Как с физической, так и в первую очередь с эмоциональной точки зрения. Поэтому аркану также может отыграться еще и какая-то там вечеринка. Может быть. Далеко не у всех, но такое тоже бывает. Время для созерцания. Проводите время в уединении, медитируя над тем, чего действительно желаете. Для вас сейчас третий вариант. Аффирмации медитации. В принципе, ничего удивительного. Мы увидели такой аркан, девятку кубков. Очень-очень полезны. Вам прямо они показаны. Позитивные настрои. Займитесь этим. Попробуйте просто, даже регулярно, ежедневно читать несколько фраз, которые вас настраивают на позитив. Сами придумайте эти фразы и просто их повторяйте. Ну, например. Я счастлива. В моей жизни складывается все самым прекрасным образом. У меня есть все для полного счастья. Причем говорите это именно в настоящем времени. Не в будущем я буду когда-то иметь. Вы это имеете уже сейчас. Я люблю и одобряю себя. Ну, в общем, придумайте для себя какие-то такие вот тексты позитивные. Можете поискать, погуглить, посмотреть где-то в других источниках. И вы увидите, каким волшебным образом начнет меняться ваша жизнь и ваша реальность вокруг вас. Теперь давайте посмотрим четвертый вариант. Зелененькое сердечко. Ну, это, конечно, энергетика, связанная в первую очередь с любовными отношениями. В том числе с любовью к себе любимому. У вас будут складываться хорошо партнерские отношения. Кстати, замечательный сегодня расклад. Ни одного сложного аркана нет. Все хорошие, все светлые, все позитивные. У вас все будет складываться отлично по партнерским отношениям. Здесь имеется в виду не только любовные отношения, а вообще отношения в широком спектре понимания. С людьми вообще, с окружающим миром. Имейте это в виду. Соответственно, вы можете решать какие-то вопросы, какие-то проблемы, связанные с общением с людьми. Да, конечно, по этому аркану может произойти какое-то событие, связанное с вашим любимым человеком. Может быть, объявится после долгой разлуки. Может быть, напишет что-нибудь. Может быть, просто приедет. Может быть, вы встретите вообще того человека, с которым у вас завяжутся любовные отношения впоследствии. Вот такая вот любовная энергетика, она, конечно, у вас может присутствовать в этот период очень ярко. Какие-то проявления этой любовной энергетики. Также по этому аркану, смотрите, здесь девушка в обнимку со львом. Это тоже своего рода такие очень нежные отношения с царем зверей. И есть некая двойственность, в каком плане. Можете оказаться перед каким-то выбором. И если вы сделаете выбор, будет очень хорошо. Либо вы сейчас находитесь перед выбором, и пришло время определиться. Теперь давайте посмотрим ваше послание. Утренние аффирмации. Каждое утро произносите позитивные аффирмации, чтобы дать возможность мечте воплотиться. Все то же самое, что я сказала для третьего варианта. Можете прям перемотать на третий вариант. И в завершении расклада по третьему варианту все относится и к вам по поводу позитивных настроев и аффирмаций. Аффирмации тоже, конечно, нужно делать правильно, любым инструментом, в том числе позитивными настроями нужно пользоваться правильно. Но вы в силах сами даже себе составить списочек позитивных утверждений, которые будут при регулярном применении полностью менять ваше отношение к реальности. Она будет становиться, реальность вокруг вас будет становиться светлее, красивее, добрее. Вы сами это почувствуете буквально с первых дней применения этой практики. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели мой расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем прекрасного дня, самых светлых, замечательных, добрых энергий. Помните о том, что мы сами своими руками творим реальность вокруг нас посредством нашего позитивного мышления и, конечно, действий соответствующих. Всех вам благ, мои дорогие, защита и покровительство высших сил. Пока-пока, до следующего расклада. Субтитры создавал DimaTorzok